Каникулы в самом разгаре. Многие школьники проводят их в летних лагерях. Именно там нередко у детей начинается педикулез. И даже в 21 веке Европа не может побороть эту средневековую проблему. Первый признак, что ребенок заразился педикулезом, если он начал чесать голову. Особенно в шее любят места за ушами и возле шеи. Удивительно, да. Я не знаю вообще, почему эта проблема в Латвии вообще есть. Вроде Европа такая никакая. В садик это такое дело. Один ребенок принес и контакт. Поэтому переходит, наверное, на других. А вообще из семьи, наверное, приносят. Людям какая ситуация, жизнь есть. Это тоже надо смотреть. Из этого все и происходит. Я так считаю. Если с ним можно было помыться, то было другое дело. А я же сам понимаю, какие семьи живут, где живут, как живут. Врачу-дерматологу Лайле Ацлейдзе не с педикулезом приходится встречаться часто. И болеют им вовсе не обязательно в неблагополучных семьях. Интересно, что вшам даже нравятся чистоплотные люди. Им так совсем и не нравятся такие грязненькие. Так что это совсем никак не защищает от вшей. К сожалению. Вше переходит от одного человека к другому во время контакта с волосами. Потому единственное, как родители могут защитить детей, это объяснить, что свои личные вещи другим давать не следует. Не давать свои расчески, шапки, не спать в чужих постелях. Это самое такое. В детских садах этот контакт или в школе более тесный между детьми, чем у взрослых. Потому эта проблема у них более острая. Саму вошь можно и не заметить. Но если на волосах появились белые яички, гниды, следует принимать срочные меры. Если педикулез не лечить, расчесы привозят к вторичной инфекции. А тогда уже придется пить антибиотики. Если же болезнь не запускать, лекарства не понадобятся. А лишь специальный шампунь и расческа. Всю одежду и постельное белье следует постирать при температуре не ниже 60 градусов. А одеяло и подушки сложить в пластиковые пакеты и отложить на три дня. Без питания за это время насекомые погибнут.